Проект выходит при поддержке регионального агентства социологических исследований «Зеркало». Пять государственных структур. Не знаю, как сказать. И что это там? Читовая роза цены. Да это все бесполезно. Народное мнение. В Кирове 12 часов и 1 минута. Добрый день. Это программа «Народное мнение», передача, в которой любой из вас абсолютно открыто может высказаться по заданной теме, и тем самым мы сможем сформировать наше общее представление, наше общее коллективное народное мнение, у микрофона Владимир Сметанин. Сегодня компанию мне в студии составляет журналист газета «Источник новостей» Александр Грислис. Александр, приветствую тебя. Добрый день, Володя. Добрый день. Я попрошу нашего звукорежиссера включить микрофон Александру Грислису. Вот теперь еще раз добрый день, можно сказать. Добрый день, Володя. Добрый день всем. Да, добрый день. Итак, тема сегодняшней нашей передачи довольно интересная. Поводом для нее стала новость, появившаяся в середине февраля. Кировчанам предлагают оценить работу чиновников. Новость с таким заголовком вышла на сайтах kirovo.ru. Высказать свое мнение жители нашего региона могут с помощью интернета опроса. Интернет опрос сразу же для чистоты, так сказать, эксперимента. Скажу, что это rating.kirovrek.ru. Для того, чтобы пройти, поучаствовать в этом исследовании, вам придется зайти через свою запись, учетную запись на сайте госуслуг. Очень интересно. То есть все, видимо, официально будет тестироваться, фиксироваться. И если где-то что-то нехорошее про чиновников промелькнет, возможно, придут к этим людям. Ну, это так, я уже шучу. Так вот, жителям города в том числе предлагают высказаться о том, удовлетворены ли мы с вами работой руководителей органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений, которые оказывают различные государственные и муниципальные услуги. К примеру, можно высказать свое отношение к тому, как предоставляются такие услуги, как водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение и так далее. И нас оповестили о том, что этот опрос будет проходить в течение всего 2022 года. Более упрощенный вопрос мы задаем сегодня вам в нашем прямом эфире 211-101, наш номер. И если вы будете писать, то пишите не только смс, но и сообщения. Можно в Вайбере и в WhatsApp набирать 8909-720-101 и 0. Что вы думаете, уважаемые слушатели, о работе, в первую очередь, городских чиновников, о качестве их деятельности? Изменилось ли, на ваш взгляд, что-то в работе чиновников за последние годы? У вас был опыт общения, предположим, с конкретным чиновником по какому-то очень важному и жизненному для вас вопросу? Как этот опыт прошел? Закончилось ли все это дело каким-то положительным для вас результатом? Или наоборот? Очень важно и нужно выслушать ваши истории, вашу оценку, услышать работы кировских чиновников. Но вместе с Александром несколько дней назад мы, по традиции, вышли на театральную площадь и записали видеоопрос. С теми же самыми вопросами к жителям нашего города мы обращались. Как вы оцениваете работу кировских чиновников? Сейчас мы эти ответы все услышим, но еще раз подчеркну, это не только аудио, но и видеоопрос. И он в настоящее время размещен в группе ВКонтакте нашей радиостанции, а также размещен он в группе Источника новостей. И в Телеграм-канале. И в Телеграм-канале, безусловно. Итак, пока собираетесь с мыслями, можете нас набирать, а нашего звукорежиссера я попрошу запустить тот самый опрос, который мы провели на Театральной площади. Итак, внимание. Народное мнение. Не особо нравится. Не особо нравится? Не особо нравится. А с чем это связано? Я не вижу, скажем так, прямой последовательности между тем, что они говорят, и тем, что реализуется на практике. Это называется врут, если уж говорить простым языком. Ну, может быть, они и надеются на то, что действительно все произойдет, как они говорят, а потом возникают какие-то непреодолимые трудности, из-за которых они не могут реализовать те планы, которые они перед собой ставят. Мы вообще даже разочарованы в том, что такие вот люди у нас отправляют нами. Нас нами руководят. Да. Открывается очень много новых дел. Так мы были поражены вообще. Вас это беспокоит? Да. Ну, вы знаете, я не могу ничего конкретного сказать по этому поводу. Ну, как бы... За жизнью чиновников, за их заявлениями? Нет. Вообще не следите. Вообще не следите. За мировыми событиями. Ну, я смотрю новости Кирова в ВКонтакте, в группе ВКонтакте. Главу города как зовут у нас? Знаете? Нет, не могу сказать. А главу администрации? Нет. Тоже не знаете? Ну, хотелось бы... Скажу, что мне нравится, хотелось бы, чтобы получше работать. Наверняка есть к чему стремиться, да? Есть к чему стремиться. Есть к чему стремиться, да. Ну, дороги сейчас все льдом покрыты, так что, наверное, не особо хорошо они работают. А вообще вам не интересно следить за тем, что говорят чиновники, какие они предложения вносят? Вот вы специально смотрите где-то в интернете, по телевизору это? Нет. Нет? Не интересуетесь? Кто глава города сейчас у Кирова? Знаете фамилию? Сейчас нет. Подловили. Да когда мне нравилось, господи, ну... А почему? Ну, не знаю. Не знаю. В чем основная проблема в первую очередь? Не знаю. Я стараюсь сейчас никого не критиковать, а критиковать прежде всего себя. Потому что это, наверное, наиболее конструктивный способ жизни, что ли? 80% оцениваю их работу. И 100%. На 80% они выполняют свои обязанности? Что-то делают. Есть добросовестные. Иногда хожу, разбираюсь. Мы все по ЖКХ, по каким-то коммунальным услугам, по каким-то бытовым вопросам. Кто-то хорошо относится, а кто-то... Кто-то не очень. Как сказать? Бюрократически. Лишь бы отписаться. Все люди разные. У кого-то есть чувство... Желание... Свою зарплату оправдать. А у кого-то нет. Чаще всего, обращаясь с проблемой, проблему не решают. Не решали? Нет. Ну, а вы пытались добиться, все-таки довести начато это до конца? Или на этом останавливались, понимая, что ничего хорошего из этого не выйдет? Ну, чаще всего, если один человек, то не особо что получается. А если там где-то пытаться огласки предавать... То есть, например, коллективная жалоба какая-то, да? Собирать группы, да. Обращение в СМИ, да. То тогда возможно. Честно, никак. Никак? Да. То есть не интересуетесь и одновременно никак не оцениваете? Не оцениваю, потому что не могу ее даже оценить, потому что... Ну, бардак, везде бардак. Бардак. А отношение к чиновникам, к власти в городе у вас за последнее время улучшилось, ухудшилось или не изменилось? Не изменилось, как было, никак, так есть, никак, так что... Потому что есть вопросы, которые, казалось бы, должны легко решаться. Таких проблем нет. Мгновенно, да? Да. А они вот, как будто стучишься в закрытую дверь и никакой отдачи нет. Но, в принципе, потом есть какие-то субъективные причины, есть действительно объективные причины. А у вас был опыт общения с конкретным чиновником по какому-то вопросу очень важному? Был и как прошел опыт? Никак. Можно сказать, что он прошел. Но он старался сделать то, что нужно, необходимо. Какую бы оценку поставили? Ну, троечку. Троечку? Ну, то есть удовлетворительно. Да. Глава региона. Вот, пусть он. Вот тут вот у нас, на театралке, пусть все уберет. Во дворах у нас очень плохо. Пусть убирают во дворах. Не он, конечно, а вот какие компании там с крыш. Вот, посмотрите, сейчас вот сыпаться будет. Да, да. Чуть-чуть, и все посыпется вниз. Хоть там ограждение есть, но надо убирать. Ну, я, по-моему, нисколько не совру, если скажу, что мы не услышали. С Александром в ходе опроса этого, проведенного на Театральной площади, каких-то положительных отзывов прямо таких вот. Ну, а как же одна из женщин сказала, что на 80% оценивают работу чиновников городских? И она же сказала, что есть чиновники, которые ради того, чтобы оправдать свою зарплату, все-таки стараются работать хорошо. Ну, конкретного примера, опять же, привести не смогу. Да. 211-101, вы в прямом эфире сейчас можете с нами пообщаться. Как вы лично, как? Ваше мнение по поводу работы чиновников? У вас был конкретный опыт взаимодействия с чиновниками? Как вы оцениваете, изменилось ли что-то за последние годы? Ну, много ответов было в этом вопросе. Это вполне себе оправданно, я думаю, да. Многие судят о работе чиновников по тому, как выглядит наш город, да. Как дороги почищены, не почищены, отремонтированы, не отремонтированы. Что у нас с крышами, что у нас с дворами и так далее. Ну, это вполне такой жизненный человеческий взгляд, да. Если внешнее благоустройство с ним хорошо, соответственно, может быть, чиновники действительно работают тоже неплохо. Давайте выслушаем мнение. Добрый день, как вас зовут? Меня зовут Вениамин. Вениамин, да. Ваше мнение. Добрый день. Очень важно услышать. Как вы оцениваете работу кировских чиновников? Я хочу сказать и дать свою оценку работе Министерства здравоохранения. Я являюсь инвалидом третьей группы, но мне положено определенный набор медикаментов. Вот конкретный пример. 18 января мне выписывают лекарство, я его получаю 22 февраля. То есть больше месяца прошло? Это столько на месяц. А отчет получения следующего лекарства, ну, следующий срок получения уже исчисляется не от 18 января, а от 22 февраля. То есть от конкретной даты получения, да? Да, 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 да. Это один пример. Второй пример. 18 выписывают, 4 февраля выдают. И то выдают после звонка исполнителю Министерства здравоохранения. А в июле месяце я пока не пожаловался в здравнадзор, я не мог добиться никаких результатов. То есть вообще никакой реакции не было? Вообще никакой реакции? Вы могли бы остаться без препаратов, которые вам положены и которые вам жизненно необходимы? Получается, но пришло письмо с Министерства здравоохранения, где говорят, что были торги, они не состоялись и были повторно назначены. Но мне-то от этого не легче, что они плохо работают или никак не работают. И я остаюсь без медикаментов. Моя оценка плохо работает. А в настоящее время запас медикаментов, то жизненно необходимых для вас, он есть у вас, имеется? Ну вот последний я получил 22 февраля. То есть у вас получение вообще... 18 марта я пойду опять на выписку рецептов на бесплатном получении медикаментов. Посмотрим опять как. Ну то есть, я так понимаю, что во всей этой ситуации виноват не какой-то конкретный чиновник. Система целиком как-то вот не дорабатывает, да? Ну, по крайней мере, у меня такое впечатление создается. И система, и чиновник. И чиновники, и системы. Есть министр здравоохранения по Кировской области. Почему с исполнителями не спрашиваете? Потому что звонишь по отделам, ответ такой, придет, мы вам сообщим. И все. Придет, мы вам сообщим. Как будто они тоже в какой-то безвыходной ситуации находятся. Когда им станет известно, тогда им тоже. В результате я должен идти получать за свой счет, покупать за свой счет в аптеках. Хотя бы законодательство должно соблюдаться всеми органами. нашей власти. Да, Вениамин, понимаю, очень серьезная проблема. А можно спросить по работе городских чиновников? То, что вы в городе наблюдаете, выходите, то, что вы видите на улицах, как транспорт работает, как у нас с благоустройством дела обстоят. Вот здесь работа чиновников вас устраивает? Здесь я могу сказать одно. Я в городе Кирове проживаю с 2011 года. Много был по России ездил, ну, на своей машине путешествовал. В Кирове нам улучшается обстановка. Улучшается. Асфальтирование пешеходных дорожек, проезжей части. Там, где вообще не было асфальта, его уложили. Вот. И довольно-таки укладывают качественно, я должен сказать. Вот. Уборка крыш. Вот в доме, в котором я проживаю, регулярно чистится. Да. Если они не успевают почистить, то натягивают сигнальную ленту. Как бы людей предупреждают, что, мол, не ходи, есть опасность. Дворы чистятся регулярно. Ну, то есть коммунальная составляющая, она вас вполне себе устраивает. Нет, коммуналка работает хорошо. Вениамин, спасибо. Вениамин, спасибо вам большое. Да, вот так получилось, что и пожурил, да, с одной стороны, наш слушатель, а с другой стороны, похвалили. Ну, нет, все же плохо в стране. Да, да, нет, мы ни в коем случае не говорим, да, о том, что все очень плохо. Да, мы просто пытаемся в том числе узнать, да, какие тенденции, меняется ли что-то с годами. Ну, вот по части здравоохранения, да, хотелось бы, чтобы система работала более четко и отлаженно, чтобы все-таки у чиновников, в том числе у руководителей, было понимание, что все это ведь для людей. Речь идет об их здоровье, их жизнях. И как, я действительно понимаю, как неделями ждать жизненно необходимый лекарственный препарат. Вот тут хотелось, чтобы... И неделя, тут больше. Неделями, да, неделями, я говорю, приходится ждать этот жизненно необходимый препарат. Спасибо, Вениамин, всего доброго вам. Все, до свидания. Да, важно было выслушать ваше мнение по этому поводу. 211-101, номер нашего прямого эфира, тоже можете дозвониться и высказать свою оценку работе чиновников, муниципальных, городских чиновников, в первую очередь региональных. Также принимают сообщения на 8-909-720-101, и 0. Можете писать не только смс-ки, но и в популярных мессенджерах послания нам отправлять в WhatsApp и Viber. 8-909-720-101, и 0. Александр Грислис, напоминаю, журналист газеты «Источник новостей», находится со мной рядом в студии. Саша, а можно я тебе спрошу, а как ты думаешь, сколько в нашем регионе вообще чиновников насчитывается? — Ну так вот, навскидку. Назови любую цифру. — Я думаю, несколько тысяч. — Несколько тысяч? — Да. — Кировстат представил эти данные официально в начале этого года. Я смотрю, новость была размещена еще в январе. 26 тысяч чиновников. — Ну, я говорю, несколько тысяч. — Но это вообще все чиновники, госслужащие, сотрудники органов власти, самоуправление. — Да, федеральное. Это и прокуратура, и судьи, и так далее, и тому подобное. — 26 тысяч. Чуть позже будет время, я конкретизирую, сколько из них относится к муниципальным органам власти, сколько к региональным органам власти, исполнителям. Добрый день, как вас зовут? — Добрый день, меня зовут Инга. — Инга, да. Ваша оценка работы чиновников, городских в первую очередь, что-то меняется с годами? Вы их знаете, вы их видите, вы слушаете, что они говорят? Какие обещания дают? Исполняют ли они свои обещания? Или какие-то другие проблемные моменты хотите затронуть? — Честно говоря, мне кажется, что это уже такая прекрасная традиция давать обещания, да, стабильно. Очень не хватает информации о том, чтобы она отслеживалась. Дано обещание, есть срок, и в этот срок мы смотрим, что случилось. Мне кажется, будем писать на лист, потому что тенденция такова, что аппарат чиновничий у нас растет, но нужна ли им наша оценка? Вот, наверное, в чем вопрос. Насколько они готовы к этому прислушиваться, мы создаем новые структуры, как Центр управления регионом, чтобы слышать жалобы, да, и понимать проблемные точки. Но как мы не готовы к зимам, так мы к зимам не готовы сейчас. Изменится ли что-то в следующем году? Я тоже очень сильно сомневаюсь. Вот смотрите, поводом для нашей, да, сегодняшней передачи, именно для этой темы стало то, что региональные власти у нас в очередной раз организовали интернет-опрос по поводу того, как жители региона оценивают работу чиновников в разных сферах. Этот опрос проводится далеко не первый год, и если посмотреть на результаты исследований прошлых лет, то окажется, что там большинство из нас с вами, они работой удовлетворены. Ну, конечно, смущает то, что в этих исследованиях, как правило, участвуют несколько тысяч человек. Вот очень хотелось бы посмотреть на эти несколько тысяч человек, и в курсе ли они с вами в этом участвуют. Я в анонсе, да, как раз в передаче задавался этим вопросом, а может быть это действительно сами служащие и члены их семей, да, участвуют в этих опросах и оставляют свои мнения и пожелания. Инга, скажите, у вас какой-то вот конкретный опыт взаимодействия с чиновником был? Вы решали, пытались решить какую-то свою проблему жизненную, насущную, обращались в какой-то орган власти? Ну, лично я нет, но немало, скажем так, моих знакомых, кто так или иначе взаимодействовали. Ну, кроме отписок, в принципе, ну, как таковых каких-то действий не принималось. Если ответили вовремя, то это уже считается, ну, здорово, они свои работы выполнили. То есть у нас главное ответить, действие это уже второстепенный элемент, он не настолько значим. Главное сказать, что да, мы выслушали, приняли к сведению и через 5 лет, возможно, что-то изменится. Поэтому очень хотелось бы пожелать нашим чиновникам быть не просто чиновниками, да, а помнить о том, что все-таки они взаимодействуют с жителями города. И, наверное, главная-то их задача прислушиваться к нам и делать жизнь нашего города лучше, а не просто писать кучу бумажек, вырубать листа и потом печатать на принтере хорошие отписки. Инга, да, простите, да, а можно еще личный вопрос задам? Вы мама? Вы мама? Да. Вот, просто одна из самых таких насущных проблем, сейчас на ум пришла эта проблема, мест в детских садах. Я просто тоже отец двух сыновей, 8-4 лет, и наши чиновники, городские, муниципальные, неоднократно заявляли о том, что вот-вот эта проблема с детскими садами будет решена. Вы ведь в курсе, да, слышали наверняка. Конечно. Там даже конкретный год назывался, 20-й или 21-й, что дети до 3-х лет, или от 3-х лет, вернее, и выше будут обеспечены. Но проблема-то сохраняется, да, согласитесь? Проблема сохраняется, причем ее пытаются переложить на плечи застройщиков сейчас, да, обязаны их строить детские сады и родители. Другие объекты социальной инфраструктуры. Вот. И, ну, это тоже так, очень по-хитрому сделано. Вроде бы мы обещали, мы сделаем, но, опять-таки, не сами, а вот придумаем, кому это мы можем перевесить. У меня, слава богу, сыну 12 лет, и одна из причин, наверное, по которым я пока не планирую второго ребенка, потому что я не знаю, куда мне его потом деть. Потому что мои подруги сталкиваются с тем, что, живя в центре, им предлагают садик где-нибудь в русском или в бахте. Ну, это маразм. Ну, или наоборот, когда живет где-то, да, не в центре Кирова, а в садик предоставляется, ну, как один из вариантов. Или когда двое детей, и их невозможно отдать в один садик, и ты мотаешься по всему городу, а у нас еще плюсом есть кружки, отличные дороги, и никаких проблем с пробками, конечно же, нет, это форум. Ну, да, безусловно. Я читаю эти родительские группы, всевозможные родительские паблики, и зачастую, да, ну, мамочки в первую очередь пишут о том, что, ну, что, сейчас с работы уходить, да, что ли? Одного нужно в один садик, другого в другой, а тут еще кружки и так далее. Ну, вот что, со своей профессиональной карьерой распрощаться женщине. И на нее нельзя закрывать глаза, потому что, ну, от этого очень много зависит. И это то, чем, ну, обязаны нас снабдить, скажем так, да, то, что должны предоставить. Нам по праву это дано, но когда мы это получим, я не знаю. Мы не строим садики, мы, у нас нет реновации школ каких-то таких прям, мы не застраиваем крупно районы, мы строим дома, но мы не выстраиваем инфраструктуру. Но при этом стоимости на все растут, на жилье растут, за все мы платим, за налоги мы платим, но получить за это мы можем похлопывание по плечу и плакат с 8 марта поздравления в какой-нибудь муниципальной газете. В общем, используя фразу, произнесенную одной из запрошенных нами на театральной площади, да, женщина сказала коротко и ясно, есть к чему стремиться чиновникам, есть к чему стремиться. Есть к чему стремиться. Да, спасибо. По всем хантам. Да, спасибо большое очень. Яркое мнение прозвучало в нашем эфире, 211-101. Прямой эфир, вы можете дозвониться прямо сейчас, и номер для смс, а также сообщение в вайбер и ватсап 8909-720-101. Александр, что-то добавить? Да, я хотел добавить, Инга как раз сейчас озвучила тему отписок чиновников. Володь, мне кажется, не знаю, как ты согласился с моим мнением, что человек, зачастую попадая в органы власти, он становится винтиком этой бюрократической машины. Изначально, как бы искренне молодой человек не желал сделать мир вокруг в этом городе лучше, он вынужден становиться винтиком этой бюрократической машины. У меня есть такой один пример. Молодой человек, знакомый, работал в одном из управлений в органах власти. Ему непосредственно начальник поручил к утру сделать отчет для Москвы. Отчет другого времени не было? Вот именно к утру? Ну вот к утру. Срочное распоряжение? Ну, по-видимому, нужно было сделать, чем вчера, но к утру. Ну, до последнего. Да. Мой знакомый своему начальнику сказал искренне, что для того, чтобы сделать качественный отчет, нужна неделя. На что начальник моему знакомому сказал, ну, сделай там что-нибудь, насобирай 20 страниц к утру. То есть, ну, получается... Ну, отписку нужно сделать для Москвы. По сути, это самая отписка для высшивающего начальства получилась, да? Вот так вот и приходит. Чем дальше мы вникальше погружаемся в эту тему, тем как-то становится не по себе. Любопытно. Ну да, я с тобой, пожалуй, соглашусь, что становясь частью одной большой системы, ты вынужден работать по ее условиям. По ее правилам. Да, играть по этим правилам, а иначе... Иначе... Ну, опять же, это, видимо, выбор человека. Если тебя устраивает такой формат работы, ты готов работать в таких рамках, работай, не готов, ну, уходи. Он, кстати, ушел. У тебя есть... Он ушел. Он выбрал, да, все-таки работу вне этой структуры. 211-101, номер прямого эфира. Как вы оцениваете работу чиновников? 8-909-720-101-0. Номер для СМС и сообщений вебера и Ватсап. Уходим на небольшую рекламу прямо сейчас. Вернемся через минуту. Проект выходит при поддержке регионального агентства социологических исследований «Зеркало». Пять государственных структур, не знаю, как сказать. И что это там? Читывая Росоценка. Да это все бесполезно. Народное мнение. Есть 10 минут для того, чтобы вы успели дозвониться к нам в прямой эфир и высказать свое мнение по поводу работы чиновников. Как вы оцениваете, какую оценку, вот если брать какую-то школьную, пятибальную или, не знаю, десятибальную, может, другую какую-то систему. На ваш взгляд, хорошо работают чиновники, в первую очередь кировские, или не очень хорошо, где недорабатывают, на что нужно подножить. 211-101, прямой эфир и номер для сообщения 8909-720-101-0. В процессе подготовки к нашим эфирам, к программе «Народное мнение», я уже взял за правило интересоваться, как обстоят дела в других городах, не составляет сейчас труда зачастую найти опрос на похожую тему, который проводился в другом российском городе. И вот, например, я нашел несколько месяцев назад нечто подобное, проводилось одним из телеканалов в Петрозаводске, столице Карелии, да, республики Карелия, Карелия. Давай сейчас туда перенесемся, небольшой аудиофрагмент, вырезанный мной из сюжета, который выходил там на телеканале. Журналисты спрашивали у жителей Петрозаводска, у жителей Петрозаводска журналисты спросили, люди, а как заставить чиновников работать? Давайте я сейчас предлагаю послушать. Предполагаю, что будет жестче, чем в нашем опросе. Ну, я ничего не буду говорить, давайте все вместе послушаем. Итак, Петрозаводск. Народное мнение. Как вы считаете, как заставить работать городских чиновников? Сложный вопрос. Их, наверное, нереально заставить работать. Наверное, это невозможно. Я считаю, что для того, чтобы заставить их работать, их надо поставить на место обычных людей. Чтобы они посмотрели, как обычные люди живут, и сделали соответствующие выводы. Сейчас вы считаете, они не видят, как живут обычные люди? Я вот сама живу на перевалке и хожу по центру города. Мне очень стыдно за эти ямы, за эту грязь, что творилось, когда снег сошел. Антиканина, центральная улица, можно сказать. Когда дожди, пройти невозможно. Это, конечно, очень возмущает. О, я себе знала. Деньгами только. Платить больше? Нет, наоборот. Штрафовать больше. Тогда да, тогда будут работать. Ну, грязно в городе. Очень грязно. Управительно просто пешеходники чистятся. Тоже взять Чапаева. Так что так. Как заставить? Советский Союз был, все, чистота была, порядок. А сейчас нету. Все, грязь кругом. Окурки валяются. Деревья все старые, смотрите, падают уже гнилые. А садить никто не сажает. Вот все. А что делать-то с этим? Работать надо. Так все же вышли вроде как из Гогольской шинели, поэтому вряд ли их чем-то заставить. Не знаю, может быть, зарплату им срезать. Как вы считаете, они сейчас хорошо работают? Нет, не очень. А что вас не устраивает? Ну, не знаю, в принципе, в городе можно было бы больше гораздо сделать, чем сейчас есть. Как вы считаете, как заставить работать городских чиновников? А, по-моему, они уже работают, нет? Понимаете, я сам тоже, можно говорить, как немножко чиновник называется. Поэтому мне трудно давать им, так сказать, иметься какие-то рекомендации. Но я думаю, что в первую очередь они должны решать свои задачи, но и считываться перед народом. Чаще бывать у народа и чаще с ними общаться. Вот и все. Никак. Совсем никак? Совсем никак. А почему? Не хотят они работать. Народное мнение. Не хотят работать. Грустно, печально. Это Петрозаводск. Опрос записан из жителей города одним из местных телеканалов. Но, по-моему, не первый раз у нас с тобой, Александр, уже складывается ощущение, что оценки звучат одни и те же, вне зависимости от географического местоположения проведения этого опроса. Как заставить чиновников работать? Ну, можете, кстати, попытаться ответить на этот вопрос. Может быть, что-нибудь такое интересное предложите сейчас прямо. 211-101 и 8-909-720-101 и 0. Ваши звонки или ваши сообщения мы принимаем в прямом эфире. Чуть больше пяти минут остается. Так вот, в конце 2020 года, в общем-то, не так уж и давно, общероссийский опрос проводился фондом «Общественное мнение». Россиян попросили высказать свое мнение о качестве работы чиновников. Саша, ну давай снова поиграем. Любая цифра. На твой взгляд, сколько процентов опрошенных наших соотечественников высказались за то, что чиновники работают плохо? Плохо. Опрос почти что двухгодичной давности, вообще российский. Называй любую цифру. Плохо. Да. 35. 61. Почти две трети опрошенных высказались, что у нас в России чиновники работают отвратительно. И тогда журналисты попробовали прокомментировать результаты этого опроса. Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, хочу его процитировать, очень интересно получилось. Песков сказал, мне, конечно, как чиновнику такое очень обидно слышать. Конечно, в семье не без урода, но чиновники в своем большинстве это люди, которые работают очень много, работают честно и действительно на благо страны. Но есть и плохие чиновники, работающие плохо, наплевательски относятся к своей работе. И от этого, к сожалению, создается неверное ощущение. 61% это неверно получается. Вместе с тем, если говорить об этом в соцопросе, если я не ошибаюсь, там есть один интересный момент, ну, то по поводу технологии заданного вопроса он, собственно, тут как-то решил подставить под сомнение. Но господин Песков, по-моему, в своем репертуаре, ну, говорил же Владимир Владимирович, да, однажды о своем пресс-секретаре, что он, мягко говоря, зачастую как-то очень интересные вещи высказывает. Ну, да ладно. 211-101, прямой эфир, вы тоже можете дозвониться к нам и высказать свое отношение к деятельности чиновников, вернее, к качеству их работы. 26 тысяч чиновников, повторюсь, насчитывается официально у нас в регионе на начало 2021, да, если не ошибаюсь, года. Результаты появились в начале этого года, но в целом этот итог подводился по 2021-му. Так вот, самая большая численность из 26 служащих у нас это органы исполнительной власти в Кировской области, это самая многочисленная группа чиновников, госслужащих и сотрудников, это 23,5 тысячи человек. В федеральных органах власти трудится 14 с лишним тысяч, в областных органах власти 1700 с копейками, и в органах муниципальной власти 7,5 тысячи человек работают, 7,5 тысяч муниципальных служащих насчитывается в нашем регионе. И статистики, да, это правильно называть, те, кто работают в органах... Статистики. Статистики, да, статистики в органах статистики. Так вот, они посчитали, что с 2008 года, то есть за последние почти полтора десятка лет, количество чиновников в нашей области выросло на 40%. Володя, такие работы больше становятся. А что, область растет? Число людей, живущих в области, увеличивается? Нет, наоборот, сокращается. Почему? Может быть, отчетов больше стало с того времени? Вот, ты же раньше работал в газете «Бизнес-новости», и у тебя был опыт общения с первым избранным мэром города Кирова, да, Василием Алексеевичем Киселевым. И я эту статью нашел, ты ее, собственно, создавал, и в наших эфирах очень часто Василий Алексеевич высказывался на эту тему. И он неоднократно ведь укорял современную систему за то, что штат чиновников раздувается, разрастается, да? И тебе он тоже говорил о том же самом, много лет назад. Да я могу, кстати, процитировать его. Нет, под рукой, к сожалению. Да, снимали ли вы чиновников, был задан тобой вопрос Василия Алексеевича. Он говорит, конечно, снимал. Сразу сказал, что если будете работать плохо, если не будут достигаться результаты конкретные, по строительству, по обновлению клиник, поликлиник, больниц и так далее, вы будете отвечать своей головой, что называется. На 40 процентов, честно говоря, меня цифры это настораживает очень за последние почти 15 лет. Пара минут есть для того, чтобы вы смогли дозвониться в наш эфир 211-101 и номер для СМС 8909-720-101-0. И еще одна заготовочка есть у меня. Давайте перенесемся в город Керчь. Российский город, Республика Крым. Там тоже журналисты одного из местных телеканалов поинтересовались у горожан, как вы, судя по тому, как город благоустроен, оцениваете работу чиновников. Минутка-полторы продлится этот опрос. Сейчас мы услышим все. Пожалуйста, я попрошу звук режиссера файл номер 3 запустить. Народное мнение. Проблема это в дороге. Всегда не будут дороги, грязь. Не ухаживаются городом. Я даже ни разу не видел чиновника ни одного. Сколько вот здесь живу, 7 лет, ни разу никого не видела. Не общаюсь с гражданами, наверное, это единственная проблема. И самое главное. В городе нравится то, что делают. Видишь, парки делают туда-сюда, конечно. Если не отмывают деньги за счет их, то это нравится. Ну, если честно, то недоволен. И это видят все. То есть наш город очень грязный. Не, как он был раньше, знаете, чистота, порядок. То есть сейчас выходишь, смотришь. Остановки делают новые. Получается, павильон стоит новый. Вокруг плитка старая остается. Ну, я недоволен, лично я недоволен. Вижу, что идут перемены во внешнем облике города. Мне нравится, честно. Комсомольский парк нравится. Вижу, что здесь будет красота. Проблема дорог, это всегда дороги ожидаются, как говорится, ремонты, и они не делаются. Проблемы, конечно, в мусорных баках. Мусор вовремя не вывозится. Возле домов это все захламлено. Город грязный, конечно, это не скрыть. Город благоустраивается, все красиво, хорошо. Ну, я вот хоть и старая бабушка, но я очень довольна. Ну, конечно, недовольна грязными улицами. Это безусловно. И клумбы, которые высаживаются в октябре месяце, которые уже никому не нужны, так как они летом простояли просто так, а в октябре высадили цветочки на них. Ну, для отмазки глаз. Или траву косить. Это того не стоит. Не знаю даже, что сказать. По-моему, всем явно, что все недовольны. Народное мнение. Это город Керчь. Журналисты спросили у горожан, как вы оцениваете, судя по тому, как выглядит город, работы чиновников городских. Ну, вот тут довольно много людей высказались за то, что вполне себе прилично город выглядит. Хотя те же самые проблемы, которые зачастую у нас тоже встречаются. Дороги, некачественные тротуары и так далее. Минутка остается у нас до конца эфира. Хочу вернуться к тому, с чего мы начали. Поводом для нашей сегодняшней темы стал опрос, организованный в интернете властями Кировской области. Как мы с вами оцениваем работу чиновников. Как мы с вами оцениваем качество предоставления тех или иных услуг. И буквально месяц назад наши коллеги из бизнес-новостей, они выкладывали результаты этого же опроса, но по итогам прошлого года. То есть опрос будет продолжаться год, и, соответственно, итоги этого года в этом опросе мы увидим в результатах, которые появятся в начале 2023-го. Так вот, цифры тоже любопытные. Больше половины, 52, если быть точным, процента жителей региона оценивают транспортное обслуживание как вполне себе хорошее. Больше половины. 75 процентов. Услуги по теплоснабжению оценивают тоже положительно. Водоснабжение. Такая же цифра, 76 процентов. Самое большое количество положительных голосов набрало сферы электроснабжения. Все в ней устраивает почти 90 процентов жителей нашего региона. Ну, 68 процентов газоснабжения и так далее. Итоги увидим через год. А, кстати, в этом опросе, уточняют журналисты, проголосовало немногим более 5000 жителей региона. Я напомню, что у нас общее число жителей в области, это миллион 200 с небольшим. На мой взгляд, маловато. Опросили людей, да? Я думаю, будем возвращаться еще к этой теме, потому что у меня какая-то несостыковка с официальными данными. И то, что мы сегодня в эфире услышали, и то, что мы услышали в ходе опроса на театральную площадь. Да? Саша, у тебя нет какого-то диссонанса? Есть. Есть. То есть официальные данные нам говорят о том, что в целом-то все у нас и не так уж и плохо, а конкретные голоса совершенно противоположные. Благодарю за участие в «Народном мнении» всем, кто сегодня писал и дозвонился. Мы встретимся ровно через неделю. Следите за анонсами и в эфире, и в наших социальных сетях. Всего доброго. Александр Грисли, спасибо большое. Журналист источника новостей. До свидания. До свидания. Проект выходит при поддержке регионального агентства социологических исследований «Зеркало». Пять государственных структур. Не знаю, как сказать. И что это там? Читовая розыцена. Это все бесполезно. Народное мнение.